Путешествие в Китай, не покидая Петербурга. В ресторане на территории Ленекс попрошел первый фестиваль культуры народов Поднебесной империи. Открыл фестиваль символ Китая – Красный дракон. Следов за ним, на сцене стали появляться танцоры и музыканты. Особое внимание зрителей привлек Гучжен – музыкальный инструмент, который появился еще до нашей эры. И через сегодняшний такой прекрасный фестиваль, мероприятие, можно очень хорошо укреплять отношения к народу. Мы все прекрасно знаем, что у нас лидеры страны, правительство, идет очень хорошее отношение, но это отношение, его фундаменты все-таки к народу. Китайскую сторону на фестивале представили жители Поднебесной, которые уже давно работают или учатся в России. Для них это редкая возможность рассказать нам о своих традициях, некоторые из которых, особенно кулинарные, уже давно вошли и в нашу жизнь. Впрочем, как говорят сами китайцы, процесс обоюдный. Например, жизнь в России научила по-другому смотреть на чай. Есть несколько знакомых китайцев, которые говорили мне о том, что проживая здесь уже длительное время на территории России, общаясь с русскими, они начали пить чай с сахаром. Правда, на фестивале чай пили исключительно по китайским правилам – из традиционных маленьких чашек и без сахара. Также гостей учили играть в ГО и накрывать новогодний стол. Эти знания, кстати, уже скоро можно будет применить на практике. Новый год по китайскому календарю наступит в ближайшую субботу, а отмечать его жители Поднебесной будут до середины февраля.